Здравствуйте! Максим уже почти все сказал, что я хотел говорить. У меня немного было тут. Как всегда, мы говорили о том, что надо искать Бога, и мне нужно было сейчас его искать в очередной раз, потому что когда дома сидишь, готовишься, тетрадки не хватает, чтобы все записать, а когда нужно выходить сюда, и все забыл, ничего не помню. Ну, и тема такая, на самом деле, искать Бога, как будто бы она, на первый взгляд, простая, но в то же время очень сложная для меня. Вообще, я в последнее время думал, что чем больше я живу во Христе, тем больше я понимаю, что я понимаю все меньше и меньше, хотя должно быть, по идее, наоборот, понимание должно расти со временем. Получается так, что чем больше я понимаю, тем больше я понимаешь, что мало понимаешь. Да, что ничего не понимаешь. И на самом деле, можно найти в Библии подтверждение, потому что написано, что если мы думаем, что мы все понимаем, то значит, мы не понимаем так, как надо понимать. И что такое для меня искать Бога, ну, как отчасти, если сказать. Или люди думают о том, как им жить, не понимая того, что будут ли они вообще жить. Мы же не знаем, мы же не контролируем. Человек может думать про себя, ну, у меня все под контролем, я все контролирую, я знаю, что у меня все нормально, я буду жить. А откуда ты знаешь, откуда такие мысли? А такие мысли, это как раз и есть плод того, что человек не ищет Бога. Потому что, если бы человек искал Бога в своей жизни, он бы так о себе не думал. Он бы не был такой уверенный в себе, что у него все нормально, что просто у него прошла черная полоса в его жизни очередная, он от нее перешел в белую, и теперь у него все только белое впереди. Зебра закончилась сзади, а впереди все большая жирная белая полоса. Вот, и не можем мы это знать, не можешь ты это знать, не можешь ты думать так, что ты все контролируешь, потому что мы не знаем, что нас ждет. И если ты будешь искать Бога, ты это поймешь. А если ты это не понимаешь, это говорит о том, что ты Бога в своей жизни не искал по-настоящему, так как надо искать. Хотя, может быть, и молился, хотя, может быть, и обращался, но не нашел то, что нужно найти. Вот, и на самом деле этот вот листочек, он никакого смысла не имеет сейчас уже, это просто талисманов. Нам понравилось, когда он висит долгое время. Мы привыкли к нему, не хотим просто, чтобы он уходил. Вот, и поэтому я рассказал Максиму, пусть висит здесь. Вот. Один человек так ждал сегодняшний день, но я ему сказал, что я буду разрушать то, что Максим говорил, три собрания, и он все ждет с терпением, что же это будет такое разрушительное. Сначала он ждал собрание Максима, чтобы понять, что такое откровение, и получить рецепт, как его найти. Теперь он ждет, когда это разрушится, кто придет разрушит эту теорию. Я просто, когда слушал, смотрел на этот листок, мне пришли тоже какие-то свои мысли, мне это кое-что напомнило. Вот вам, кроме мишени, не считает, ничего не напоминает, что это может быть? Ну, мишень, понятно, да, там, центр, яблочко и круги. Вид сверху? Вид сверху чего? Труба какая-нибудь. Трубы, да? Это удочка, да, это телескопические все разрезы. Не, ну не так глубоко. Хотя с удочкой близкая мысль, я сейчас буду про это говорить. Просто мне это напомнило круги, которые оказываются на воде, когда туда падает предмет, в воду. Вы же видели, да? Он падает в одно место и потом круги идут. И мы говорили о том, что смысл, вот, ветхозаветный смысл прихода людей к Богу, человека к Богу, он шел отсюда, с этой стороны, сюда, в центр. И здесь стояла такая последняя преграда, да, вот эта завеса, да, про которую мы говорили, что самая трудная часть, через которую вообще было практически войти невозможно, потому что она символизировала плоть, нашу грешную плоть, которая не дает войти в святой и святых, в Божье присутствие. И на самом деле это правда. И этот принцип, он действительно работал в ветхозаветные времена, но с приходом Христа изменилось все с точностью, да наоборот, то, что я увидел. Изменился сам принцип, он развернулся принципиально в обратную сторону, что сейчас идет наоборот, что мы не идем сюда, а мы идем отсюда сюда. То есть вот это место, это момент нового рождения нашего, это тогда, когда человек рождается духовно, свыше от Духа. И это происходит не каким-то путем периодического преодоления каких-то этапов, а он происходит просто мгновенно. Ведь что такое рождение? Рождение – это один момент, один момент, который потом уже идет, от которого исходят вот эти вот круги, как посредствия того, что человек родился. Потом он уже попадает и в святой святых, и потом он попадает во внешний двор. Для меня это как символизирует свидетельство другим людям того, что человек родился, того, что есть последствия от рождения. Вот. И есть история в Новом Завете, она в Евангелии от Матфея. Мы ее сейчас откроем. Мы ее сейчас откроем. Но сначала я напомню нам вот то, что Павел в послании Римлянам пишет. Он пишет, что в первой главе 20 стих. «Ибо невидима его вечная сила его, и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Здесь коротенький стих говорит о том, что есть творение, которое Бог создал, да? И вот это творение, которое создал Бог, оно свидетельствует нам о Творце. Оно нам свидетельствует о невидимых вещах, о невидимом Боге. И написано, что его вечная сила, божество от создания мира через рассматривание творений можно увидеть. То есть через рассматривание творений можно увидеть то самого Творца. И для меня вот этот вот пример, то, о чем мы говорили, о чем я сегодня буду говорить, это тоже своего рода рассматривание творений, для того, чтобы увидеть его невидимую силу и само божество, как здесь нам Павел пишет. И поэтому творение создано как раз для того, все, что создал Бог, создано для того, чтобы через это мы его искали, Бога, Создателя, Творца. Потому что если есть творение, значит есть Творец. Поэтому люди атеисты, люди неверующие в Бога должны тогда как-то это как минимум объяснить, хотя бы для себя, что как они его понятны, они объясняют это каким-то взрывом, что был когда-то взрыв, и после этого Вселенная начала существовать. Но даже если это и так, то взрыв-то кто сделал? Если это впоследствии взрыва, то сам взрыв-то кто сделал? Сам взрыв тоже творение, тогда сам взрыв тоже свидетельствует о том, что он откуда-то взялся, его кто-то взорвал, его кто-то произвел. И поэтому мне интересно размышлять таким образом, чтобы через творение рассматривать Творца, который нам через творение свое что-то хочет сказать. И сейчас я еще открою коринфянам, прочитаю здесь. Второй коринфянам, 6 глава, 16 стих написано, что мы являемся храмом Божьим. Такая совместность храма Божия с Идомой. Ибо вы – храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. То есть, это вот есть тот момент, про который я начал говорить, что Бог обещал людям, что Он вселится в них. Что не они вселятся в Бога, что не они войдут, преодолевая какие-то пути, преграды, будут заниматься самосовершенствованием, самоочищением, будут приводить себя в такой порядок, чтобы потом настал момент, когда они могли сказать, все, я теперь могу войти к Богу. И я теперь вот достоин, я сейчас вот достиг такого совершенства, теперь могу. Ни у кого это не получилось никогда, кроме Христа. И поэтому Бог это знал, и Он сказал, что Он вселится, что процесс будет обратный. Обратный, что пойдет все не к центру, а из центра наоборот. И поэтому вся Библия, весь Новый Завет, и в Ветхом Завете тоже Бог дает много обещаний о том, что Он говорит, что Я излию от Духа на рабынь и на рабов на своих. И что будет время, когда не будут спрашивать каждого другого, да, расскажи нам о Боге и покажи нам, но каждый сам будет уже знать. И вот это время, оно пришло тогда, когда пришел Христос. Пришел для того, чтобы не мы попали в мишень, а чтобы Он попал в мишень, в цель, в мишень, в десятку. Чтобы процесс Нового Рождения, он нам, вот этот момент Нового Рождения, когда Дух Божий селится внутри человека, и когда человек попадает, становится храмом Бога Живого, как здесь написано. Когда Бог своим Духом вселился в него, и его присутствие есть внутри человека, и тогда уже человек получается, что находится внутри этого самого храма. Почему? Потому что он сам им является. Потому что уже не человек вошел в храм, вселился в храм, а Бог избрал плоть человека для того, чтобы это был его храм, там, где он был, там, где он обитал, так, как и обещал. И вот эти вот круги от предмета в воду, да, вот эта история в Евангелии от Матфея, которую я сейчас вот вам говорил в 17 главе, она немножко мне вот напомнила как бы символически, символически вот этот вот момент того, что Бог делает в нашей жизни. Здесь такая история, она на первый взгляд никакого отношения к этому не имеет, потому что я говорю, но я увидел кое-что. И здесь к Иисусу подошли люди, которые собирали деньги на храм. Так, 24 стих, 17 глава. Когда пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм. Это денежная единица была такая. И сказали, учитель ваш, не даст ли Дидрахмы? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут подати и пошлины, сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему с посторонних. Иисус сказал ему, и так, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось удочку и первую рыбу, которую попадется, возьми и открыв у ней рот, найдешь штатив. Возьми его и отдай им за меня и за себя. И вот я вспомнил, почему об этой истории, что если вот сейчас нет ручки или марки, если воду, я сейчас попробую, если воду, то есть если вот эта картинка, то есть эта вода, вот так вот расположится, только как поверхность воды, да, я сейчас ее вот так в разрезе нарисую. Вот вода, вот тут эти круги, и вот эта леска с крючком, здесь рыба, которую Петр поймал, и здесь на поверхности воды мы знаем, что здесь есть поплавок, да, он примерно выглядит вот так, то есть эта часть его над водой, под водой, и здесь идет удочка и леска, и соединяет вот это вот расстояние от удочки, от человека, который ловит рыбу, и рыбу леска, которую в воде практически не видно. И когда, и как человек узнает, когда рыба заглатывает наживку? За поплавок. Поплавок. И поплавок, если его посмотреть в разрезе, он очень похож на крест. И это вот на крест, через который Бог нас и ловит, как раз, который Богу показывает, когда мы Его, когда мы захватили, заблатили то, что тот крючок, через который Он может нас вытащить для себя. И здесь, что я увидел в этой истории, что не рыба приплыла к Петру для того, чтобы ее поймали, а Иисус знал, где эта рыба, и Он знал то место, куда нужно закидывать. Он сказал Петру, что иди закинь удочку, и туда, куда ты закинешь, там будет рыба. То есть Петр, когда закинул удочку, он сразу попал в десятку, он сразу поймал туда, где была эта рыба. И это вообще символическая история. Она показывает о том, как Бог знает, где мы находимся, где мы плаваем. И Богу для того, чтобы нас поймать, тех, кого Он хочет поймать для себя, Он знает, где мы. Хотя мы находимся, как будто бы под водой невидимы, но Он знает, где та рыба, которую нужно Ему поймать. И когда Он ловит рыбу, это, образно говоря, люди для себя. И Петр потом получил слово от Иисуса, что ты сейчас рыбак, но я сделал тебя ловцом человека. И пойманная рыба как раз символизирует то, что это пойманная душа для Бога, которую Бог поймал. И получается, что они поймали рыбу, Петр вытащил рыбу, у которой во рту был статир. То есть была какая-то драгоценность для того, чтобы отдать ее на храм. И вот те люди, которые пришли, собирали подать ее на храм, они пришли за материальными средствами, деньги или какие-то драгоценности, неважно. То, что можно было принести для построения храма. Но эта история мне говорит о том, что храмом на самом деле является пойманный человек, Богом, через вот эту невидимую лист, которая соединяется Христом, Христом Христа, где Он был распят. Это то, именно крест показывает Богу, любим мы Бога или не любим. Не крест на нашем теле, на нашей цепочке или на нашей веревочке, но крест, который мы приняли для себя по вере. И через который Бог на нас смотрит и видит нас своими детьми. Видит нас рожденными от Его Духа, от Его Слова. И Он видит нас, тех людей, которые попали в десятку, не потому что они попали, а потому что Бог попал. Потому что Он говорит в одном месте, что не вы меня избрали, но Я вас избрал. И Он говорит, что меня нашли не искавшие меня. Это в Исаии написано. Получается, что мы все время говорим, что нам нужно искать Бога, это правда. Но Бог наперед сказал, что меня нашли люди, те, которые меня не искали. Он говорит это о тех людях, о народе, о язычниках. Потому что тот народ, который принадлежал Богу, народ Израиля, тот, который по сути должен был искать Бога, они его не искали. Они поклонялись другим богам, приносили жертвы всевозможные. У них были кучи разных идолов. И тот, кто по своей природе, по своему предназначению должен был славить Бога, тот народ, которым Бог должен был восхищаться, он как раз этот народ и не соответствовал своему призванию. Тогда Бог сказал, что я призову язычников, что я буду Богом язычников тех, которые меня никогда даже не искали и не думали обо мне. И на самом деле, что сейчас такое время, когда Бог сам сказал, что мы его нашли на самом деле. Как мы его нашли? А так, что Он к нам пришел. Бог среди нас, Бог везде, и Он наполняет все во всем. Просто нам не хватает того, чтобы это открылось нам. И мы его видели и поняли, и получили откровение о том, кто есть Бог. Потому что самое главное откровение в жизни человека – это откровение о том, кто есть Бог. И кто есть Иисус Христос. И вот этот план спасения для человека, план спасения и план нового рождения. И здесь вот эта история мне как раз символизирует, что Бог нас ловит из воды для того, чтобы из нашего рта исходила настоящая подать на храм. Не та, за которой пришли эти люди, не монетка или какая-то драгоценность, но из-за рта пойменной рыбы во времена Нового Завета в наше время должна исходить другая подать на храм. Должны исходить свидетельства, должны исходить слова, которые являются составляющей храма, Нового Завета. И сама рыба, пойменная, она служит для чего? Она всю себя тоже отдает. Потому что рыбу используют в пищу, ее или жарят, или варят, но ее съедают. То есть рыба отдает себя полностью для того, чтобы быть полезной для других. Получается, что вот эта история с этими кругами, она мне показала этот процесс того, как Бог на самом деле попадает в точку, что не сначала круги исходятся в одну середину, а наоборот, из середины исходят круги уже как свидетельство того, что из воды была поймана рыба. И круги вот эти, это уже как следствие того, что Бог тебя поймал, а не сначала. А получается, что когда мы идем вот этим путем, наоборот, путем ветхозаветного мышления, что мы думаем, что к Богу нужно обязательно прийти чистым, непорочным, чтобы если есть какие-то там грязные делишки, нужно их срочно там от них освободиться, исповедаться или еще что-то, то этот путь, который никто не смог пройти, даже Павел, когда он говорит о себе, что он был в этом смысле непорочный и все исполнил досконально, но все равно не достиг того, к чему стремился. И, к сожалению, что вот история с этими рыбками, если уж они закончат, рыбка может быть и в другом качестве. Вы знаете, что рыбы не только плавают, а обитают в озере или в реке или в море, и могут служить пищей, да, для кого-то, приносить пользу, но рыбки могут быть и в аквариуме тоже. И я надеюсь, вы все видели аквариумы, да, и как там рыбки плавают, и какой смысл от жизни вот этих рыбок в аквариуме, какая польза, какую пользу они приносят. В принципе, практически никакой. Ну, некоторые говорят, что они там как-то влияют на нервную систему, люди успокаиваются около них. Может быть, но, знаете, надо быть осторожным. У нас есть такая шутка, что сильный разум пожирает с лавой, да, и когда долго сидишь в аквариуме, да, то может пройти наоборот, что ты сам будешь сидеть в аквариуме вот так вот. Что, если долго сидеть, то можно это. Вот, и поэтому, и для меня вот эта вот аквариумная жизнь рыба – это бесполезная жизнь, похожая как бы на образ религиозной жизни, что вроде бы она плавает, вроде она ест, но и можно к ней подойти, полюбоваться, но толку от нее никакого нет. И даже, знаете, вот эти рыбки в аквариуме, они мало того, что пользы не приносят, они еще, знаете, что делают? Они еще съедают друг друга в этом аквариуме. Если хищные рыбы, они начинают друг друга есть. И на самом деле человек религиозный, человек без любви живущий, да, он может являться религиозно верующим, но он может быть такой рыбой, которая может попытаться из тебя съесть, как бы, да, если так, ну, образно говорить, что значит съесть. Я не знаю, может быть, просто заразить даже своим учением каким-то нехорошим, потому что очень много учений, ну, среди нас есть религиозных, когда люди, мол, сегодня шутили, да, вспоминали, там, есть такой вот бог Кузя, да, там, там, что-то осудили его за что-то. Представляете, получается, что чем дурнее человек, да, и тем за ним там людей следует больше, да, а тут думаешь, в правое учение людям говорят, да, там, как бы, ну, он старается проповедовать чистое Евангелие, и особо так никто ничем не интересуется, а там какой-то появился, назвал себя богом Кузей, и у него там куча последователей, и денег ему там несут, вот. Ну, хорошо, что сейчас уже он, его, это плавание в аквариуме остановлено, может быть, он сам стал жертвой чьей-то, и его кто-то съел, не знаю, но, неважно, вот, и дальше, второй царств, я открою, там, говорится о том, кто не мог попасть в ран во времена ветра,